здравствуйте это канал максимадзе и мы сегодня завершаем прохождение консольной версии игры как достать соседа в честь 20-летия оригинальной игры и асала осталось у нас три уровня сразу что в вопросах не было бонусные уровни были пройдены в 3 серии прохождения и первый уровень red bull называется короче говоря кошмарная семейка в общем-то направилась в мексику а сосед у нас что-то там смотрит дыры что-то там еще джунгли что-то тут но иудеи преследует их в мексике естественно этот уровень будет очень сложным вправо не прохождение на перф и поэтому я вам не обещаю что пройдено перфик ну думаю это это принципе нам и не обязательно мы прошлой серии тоже не смогли два уровня на перфик пройти вроде бы 2 или один по моему 2 даже я хотел взять рубин вообще да да не это дебил таки заново сразу же терять жизнь это это слишком как-то плохо уровень действительно сложен но пройти мы его я думаю должны а а вот к сожалению с финальным уровнем есть проблема там если попугай врезается стенку там игра может эмулятор может зависнуть и вылететь это к сожалению исправить нельзя и придется надеяться на везение большинстве случаев вылетает но но есть шанс очень небольшой шанс что не вылетит все таки и будем надеяться на него собираем предметы тут к тут как можно заметить есть различие между оригинальным уровнем когда седа 2 и здесь ага ломик у нас там находится я его не взял во первых здесь у нас мини игра снова ну и в третьих нам придется начинать пакостить с быка в четвертых вот сейчас он запрыгнет на быка и мне надо умудриться ускользнуть и вот я не успеваю конечно же но я успеваю спрятаться появляется еще один вот этот барабан крутящийся на полу и кстати здесь в отличие от уровня когда в кадр седа 2 на пока мамашей ходит в эту комнату и в ту не циклично насколько секунд туда на сколько секунд туда а от действий соседа зависит когда сосед идет кататься на этом самом канате она приходит в эту комнату все остальное время она проводит там с быком открываем ломиком этот люк плиту эту и нас ждет еще одна игра мини игра подряд там же нет это не ольга и у нас нет времени сейчас делать это придется ждать пока сосед уйдет и к тому времени мамаша может успеть подойти попробуем нет это не будем ждем следующего момента достать все это если мы хотим пройти на перфект надо начинать именно с быка потому что монетку мы можем получить только оттуда здесь здесь мы не получим монетку из расщелины этой самой за расщелины мы только рубин получим не знаю только зачем мы используем эту мини игру ведь и рубин этот самый мы видим прямо прямо отсюда не знаю чё будет там ковыряется чё ищет теперь у нас полно времени на то чтобы эту мини игру испробовать ага будем отлично еще кстати вы наверное уже сами увидели что после каната он не идет курить он идет сюда потом к быку а уже потом в конце курить и лежать на скамеечке а тут в версии для пока он после каната шоу после троса шоу курить лежать на скамейке тонн быку потом вот сюда большое такое различие от сказал так еще кстати надо открыть вот это переделаем вот так вот так делаем как как известно быки очень ненавидят красный цвет а теперь попробуем рискнуть убежать от соседа пока он тут прыгать будет а если и не получится то спрячемся в статве ух я успел обалдеть очень повезло очень повезло сейчас кстати когда я первый раз по моему стримил эту игру после окончания этого уровня случился глюк появился экран выигрыша но эмулятор завис появились какие-то пиксели непонятные ли чё там за хрень но и в итоге уровень не был сохранен в итоге атьфу ты я забыл сделать вот так барабан вот этот крут крутится теперь они вон тот который почему-то не крутится вообще подрезаем канат даем попугайчику этот кукурузу а теперь возвращаемся туда чтобы взять монетку монетки выпали из автомата с быком из этого собственно вот так ну и делаем вот так ну и все уровень на перфик все таки удастся нам пройти вот так вот так вы Можем спокойно сидеть рядом с этим быком, кстати Розовым Сосед сюда, вот на этом уровне, уже не пойдет Сосед падает в расщелину смерти И ничего ему от этого не стало Хотя, мы видим там скелет, который... Человека, который упал туда и умер, конечно же А сосед даже не полежал там, а выпрыгнул сразу Отпрыгнул ему Все, отлично Мы прошли все-таки, это на перфект За 10 минут И глюк не случился, слава богу Везет нам Будем надеяться, что и в финальном уровне нам тоже повезет Есть вероятность, что там, если отвернуть камеру от попугая То тогда не зависнет Я один раз попробовал, это сработало Но хотя, однако, когда во второй раз попробовал Что-то не сработало Но мы попробуем Так, пикник бо Сосед снова, короче, за Ольгой пытается Похаживать Кормя, пая и все дела Ну и в Ууди снова пранки есть на готове И этот уровень очень сильно отличается от уровня в ПК-версии Там он назывался Ешь и будь съеден Во-вторых, отсутствует третий этаж Как бы проход на него есть, но загораживает собака Вот беда Давайте заново Короче, не успеваю я нифигашеньки тут собрать Будем мы собирать предметы в главной комнате потом Отсутствует третий этаж Во-вторых, отсутствует мамаша соседа на этом уровне Ее здесь нет Хотя в версии для ПК в Казасе-До-2 Начиная с Уровня точного яблочка У нас появляется на всех уровнях А тут не на всех Давайте тогда сразу спускаться вниз Здесь у нас что-то Я не знаю, что это за автомат Какая пища в нем Но можно Саус какой-то дам Соус какой-то Скелет пирании Здесь отсутствует этот Чипсы и вода Которую мы могли подмешать перчик Текилу Здесь вместо нее Пакость, которую подмешать Вот этот автомат С ульем есть Одно тоже изменение Его мы можем взять только с помощью лопаты Реально, здесь нет третьего этажа Я даже камеру не могу туда направить Камера туда не двигается Ну я похоже не успею Сделать пакости там Потому что Сосед сюда уже придет сейчас Но начинать наверное здесь надо Так же С ванной С ванной Либо с быка Но лучше наверное с ванной А это у нас Вместо Куриной ноги Вместо куриной ноги У нас здесь вот такой вот Непонятный Энергетический напиток Для усиления роста Плодоядного цветка А в ПК версии Это была куриная нога Надо было с помощью нее Улучшать Увеличивать этот Плодоядный цветок Держи друг сердечный Кушай и не обляпайся Приятного аппетита Так во первых Делаем вот так Во вторых В консольной версии Вставление зубных Вот таких вот Челюсти пираний Сопровождается мини игрой Подмешиваем Термитов я взять забыл Но ничего У нас есть время Это сделать Подмешиваем Перчик туда Так и ждем пока Сосед оттуда уйдет Нам надо взять термитов Чего я Сделать Забыл Так вперед У нас полно времени Чтобы это сделать И заодно сделаем Вот так Сразу же Не будем тратить Время на то Чтобы его раздражение Смотреть Мы это сто раз видели Да нет Не сто раз Больше намного Даже Так И делаем термитов Туда Так Термиты Подложены Теперь Он лишил его Цветков Вот гад А А теперь Давайте возьмем Улей Просто воткнули Улей В ручку Лопаты Этой Хитроумно Придумано Да Что Что Вуди Там Делает А там В ремастере Нейборс Бэкрум Хэлл Игра Занимает Часть Экрана Прикольно Прикольно Сейчас Было Вот это Вот Ну и Кстати Тут В консольной Версии Она После Этой Пакости Не бьет Его Как ни Странно Но Лодка Возвращается Здесь А вот А вот Банка С термитами Не возвращается Ну и Последняя Пакости Осталась Этот уровень Тоже будет Пройден На Перфект Давай Давай Отлично Остался Последний уровень В котором Я надеюсь Нам повезет А если Не повезет То Наверное Я попробую Все таки Переиграть Все таки Все таки Бывает Что Везет Хотя Когда Последний раз Стримил Не повезло Там Не повезло Я Бомбанул От этого Не повезло Будем Надеяться Что Здесь Повезет Финал Каникулы Скоро Подойдут К концу Корабль Направляется Домой Ротвейлер Все же У нас Проверяет Все подряд Эх Доиграется Наверное Я думаю Ну что Да Так Будет Коврик Частично За Пределы Палубы Выходит Этот А здесь У нас Находятся Сигнальные Патроны И причем На удивление Не заперты Они Вот Тот Момент Когда Пупка Врежется В стекло Вот там Может Вылететь Нафиг Все Да И кстати Я заметил Еще Момент Что Мы Видим Воду Внизу Чего Не было В оригинальной ПК Версии Мы Не видели Воды Там Воды Не было Так А это Типа Кодот Сблокированного Штурвала А не под Ковром Здесь Вообще Нет Ковра Здесь Уровень Одновременно Усложнен И одновременно Облегчен Облегчен Тем Что Маша Здесь Спит На постоянной Основе И не Ходит Вот сюда Где Сейчас Стоит Воды Ну Как Спит На постоянной Основе Она Конечно Просыпается Если Мы Ее Разбудим Ну И Когда Сосед Будет Брать Этот Самый Сигнале Пистолет Бармен Может Нет Бык Может Быкуете Все Таки Вы У нас Сегодня Я Забыл Поставить Ковер К Сожалению Так Что Давайте Заставим Его Побегать С С С Играет музыка Зря я это сделал, давайте заново Тут уже ничего не выйдет Я забыл поставить ковер, это была большая оплошность Это было очень зря, это было совершенно напрасно Ну и заставлять его бегать тоже была плохая идея Я немного задержался, пока пытался поставить ковер Так, берем эту штуку И в этот раз точно поставим ковер Можете кстати заметить, что в этот раз пистолет за стеклом И оно не разбито И запомните это, запомните Потому что это вам пригодится Это сыграет ключевую роль одну на этом уровне Вставляем сигнальный патрон КОНЕЦ Выпадает одна рыба Одна рыба, а не две Ну и то две рыбы в ПК-версии должны были выпасть После второй пакости в этом месте А не после первой Ну и то, кстати говоря Здесь одна рыба только и будет одна Потому что вместо второй рыбы Мы используем водоросли Которые нам достанутся чуть позже Ну рыба естественно В цветок в этот конечно кладется А вот вместо рыбы водоросли мы применим на ведре Потом КОНЕЦ Вот Видели что произошло? Сосед видимо со злости вышиб стекло А теперь нам надо как можно быстрее взять это стекло Не будем это смотреть Потому что нам надо Теперь взять стекло И сосед в течении нескольких В течении где-то минуты Будет там плакать стоять Что нам дает время на то Чтобы успеть сделать Вот эта вот пакость Вот здесь А ревет он Наверное из-за того Что Из-за неудач с Ольгой Вот В конечном итоге Развязав Порезав эту веревку Мы Получаем водоросли Которые Мы используем для Ведра Как вы сами уже заметили Так Нам надо продержаться Пока сосед отсюда не уйдет Тряпку Ольга в этот момент только выкидывает Так что здесь не получится сделать так Чтобы После Чтобы Не все пакости Были выполнены На этом уровне Здесь обязательно Последней пакостью Будет пакость со штурвалом А теперь Самый наверное Ужасный Момент В котором Нам Придется рассчитывать На везение И знаете Что я предлагаю сделать Я предлагаю Становить эмуляцию И Быстрое сохранение сделать Поставим его на Десятый слот Например Вот здесь И если не получится Перезапустим этот момент Оттуда Главное Не перепутать Сохранение с загрузкой Если я так сделаю Это просто Оплошность будет Вообще Глуп Крайнее Вот я уже Облажался Когда наблюдал За соседом Нам надо Вот быстрая загрузка Используем Десятый слот Алло А нет Я не тот выбрал Все Берем Мы взяли тряпку И теперь идем Чистить стекло И будем надеяться Что нам Что нам тут повезет Отворачиваем Камеру А теперь Я боюсь Что если мы к нему Подойдем Может зависнуть Нам повезло Ребята Нам повезло Нам повезло С первого раза Повезло Есть Ребята Давайте праздновать Нам повезло Ничего не вылетело Открываем Только к сожалению На першек Это мы не пройдем Потому что Жизнь в любом случае Мы потеряем И к сожалению Я похоже Могу еще и не успеть Разблокировать Штурвал Что я действительно Не успею Но блин Все равно чудо Все равно чудо Нам повезло Ничего не вылетело Нам не придется Перепроходить И собственно говоря Мы даем Соседу возможность Поролить Ничего при этом Не испортив Чудо Нам просто повезло Я не понимаю Как но нам повезло Не знаю Зачем он Он открывает Это стекло Если оно Дверцу Вот эту Если Там уже и так Разбито стекло Ну а теперь уж Мы все же Разблокируем Штурвал Обладеть Я до сих пор В шоке Что нам повезло В большинстве Случаев Эмулятор Вылетает В том месте Нам везло С самого начала Правда Не повезло С тем Что нам Нас там Сосед Поймал Надо было Сразу Хватать Тряпку И бежать Это делать А не смотреть Как он тут Падает Но ничего 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 В принципе От этого Не поменяется Тряпка 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 Ну и давай, это последняя пагость, мы ее запомним на всю жизнь. Ну, счетчик Зоси нам это не засчитают, потому что мы потеряли жизнь, а счетчик Зоси сбивается, если сосед замечает Узи, так что тут, ну уж, ладно, не страшно, в принципе. Мы прошли игру и смотрим эпичный ролик и титры. Ролик усовершенствован, но капитанский мостик, кстати, выглядит не так, как мы видели на уровне. Корабль, кстати, очень похож на Титаник. Ну, правда, у Титаника четыре трубы было, а здесь три. Но они выглядят так же, кстати, почти. Тех же цветов. Ну, Титаник тоже утонул, врезавшись в айсберг. Вуди здесь почему-то в своей стандартной одежде. Непонятно как. И акула плавает, как бы она их не съела. Ну, официального продолжения мы так и не получили после этого. И она остается до сих пор и неизвестным. Будем надеяться, что все добрались домой и акула никого не съела. Ну что ж, вот такой вот получился итог. Можете посмотреть. Фу, не ковыряйся в нас. Сейчас получил шот, собственно. В реплее, вот, открываются здесь все уровни, которые мы прошли на... Этот... В стандартном классическом режиме. Но так-то я не знаю, в чем прикол этого режима. Кстати, в DS-версии там тоже такие же четыре режима. И там есть даже описание каждого режима. Здесь нету описания. Собственно говоря, DS-версию я буду стримить в четверг этой недели. Планирую стримить, по крайней мере. Ну и также после стрима я перепройду ее еще в виде видео тоже. Ну а на этом все. А, нет, не все. Давайте еще посмотрим титры. Кредит запускаем. Вот такие вот титры у нас здесь, собственно говоря, имеются. В колонке можно еще обратить внимание, что шевелятся. Собственно говоря, какой вывод. Игрушка просто отличная. Консольная версия получилась, ну, просто идеальной. Просто идеальной. 10 из 10. Да, конечно, согласен, что разрешение здесь гораздо ниже, чем в оригинале. Но это из-за технических характеристик консоли. Но и вот этот глюк, что происходит на финальном уровне, может произойти. Но я думаю, что это в оригинальной самой игре на геймкюбе, если играть. Такого там не случится, я более чем уверен. Это, скорее всего, глюк эмулятора самого. А так, не просто смешали две игры в одну. Так еще и кучу изменений внесли почти в каждый уровень. И это очень радует. Много нововведений. Что реально очень круто. В общем, консольная версия, это моя самая, наверное, любимая версия по кадру соседа. И я с удовольствием люблю в нее играть на компьютере. На телефоне писали в комментах, что можно тоже поиграть, скачав Dolphin. Ну, во-первых, Dolphin нормальный. Очень сложно найти под телефон, не лагающий. А во-вторых, на экранчике это не очень-то удобно будет. Если геймпад телефона подключить, то еще может быть. Но с кучей кнопок на экране это как-то не очень удобно. Ну, а на сегодня все. С вас, Экоза, Писоза. С меня эпичные видосы. До встречи в DS-версии по кадру соседа. И подписывайтесь на стримы, канал, блоговый канал, спланируйте ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok